купили они с мужем дачу и нашел там всякие разные вещи она заполнена дореволюционными предметами столовыми это кубачи в конце 18 века появились они в районе 20 гривен за грамм привет друзья сегодня будет антикварный выпуск и перед началом я хочу порекомендовать вам канал виолити на котором выходят очень интересные выпуски про антикварные вещи ссылочку на несколько выпусков я оставлю в описании качественная картинка интересные рассказы обязательно переходите и смотрите ну что ж а сейчас мы перемещаемся в антикварный магазин на пушкинскую 25 и здесь я вам покажу интересные предметы и немножко узнаем об их истории поехали вот такая вот у нас подборка примерно какого года здесь все предметы находятся основная масса это дореволюционные это царская россия и фотографии книга часы еще есть одна кулинарная книга репритное издание вот это вот барометр это тоже дореволюционная штука мужская вещь можно сказать это кубачи это серебро специально изобретенные такое подстаканники вот как раз они царскую россию характеризуют но это не царские это чуть позже уже изготовлены но они у кубачи это в дагестане их чеканили мастера с давнейших времен по сегодняшний день чеканят изготавливают индивидуальные ну они во первых весовые категории разные имеют разный вес там от 50 грамм до 100 я встречала конкретно эти два подстаканника по две с половиной тысячи вот кто-то собирает кто-то любит на даче посидеть или дома то царская россия серия про пару монет тут затесалась даже немножко штемпельные блески патина патина видно да а это пришла клиентка принесла вот эту штуку такую тяжелая потому что она заполнена до революционными вот этими предметами столовыми ложки вилки и серебро и посеребрение они ребята такие классные эти столовые приборы вот вилки очень острый сейчас таких вилок нету накалывать это не серебро это простые серебро вот это как раз как-то во-первых сей радостной формы но это дореволюционное это серебро ну такой они формы разной вот это тоже серебро они ценятся почем такие ложки ой но сейчас как бы они не ценятся как ложка вот такая ложка не особо дорогая она была посеребренная но это фражет это польская ложка тоже но они вообще по весу это тоже прожить да у нас да тоже это посеребренная но серебро продается на вес вот это серебро этот царского взвесить в районе 20 гривен за грамм эта ложка полезно кушать ею полезно бросить в стакан ой стакан господи в кувшин с водой и пить воду но не увлекаться конечно вот женщина пришла и рассказала такую историю купили они с мужем дачу и муж забрался на чердак и нашел там всякие разные вещи которые для них ценности не представляют поэтому они пришли к нам там был и стол хороший и вот эти вот предметы с вот этим вот в этой корзинке что вот фотографии альбом с фотографиями книги там были на чердаке нашли в рулонах заброшенными советскими газетами вот не лазили люди на чердак длительное время ну сохранила все достаточно прилично эта книга ты листаешь эта книга репринтное издание очень-очень интересная там такие шикарнейшие рецепты просто любую страницу открыть и почитать очень захватывающие ну репринтное издание не особо ценится такая книга может стоить до 500 600 гривен вот так вот не такие вот я вижу стоит самовар ну вот какой тип у него смотри это самовар какой тип рюмка он называется если по форме его характеризовать он никелированный это бронза тут видно вот потерто на ложен никель был это не совсем простой самовар но если бы по истории пробежаться в конце 18 века появились они это демидов на урале изготовил самодельный один предмет такой самовар решил заняться этим производством бизнесом на территории царской россии и где-то вот с конца 18 века он начал изобретать и формы и материалы привез привезена была эта вся история вот самовар псевдо русским считается уже сегодня поскольку привезена была идея из азии а в азию она была из китая привезена ну а до китая там и в римской империи тоже археологи находили вот предметы подобные вот самовары продавались царской россии на килограммы были они бронзовые были самые простые формы бочка называются были эксклюзивные варианты и для царской семьи изготавливали и для аристократии но они были там уже конечно серебряные минимально посеребренные а также форму очень известно много форм самоваром есть редкие формы редчайшие коллекционеры гоняются за ними вот они там изготавливались максимум в сотнях а самые распространенные это бочка это рюмка это шар груша яйцо вот репка разнообразных дизайнов это такие из распространенных спасибо всем за просмотр этого видео если тема антиквариата вам интересно поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях на какую тему снять следующий ролик ну что ж всем пока друзья